Верите ли вы, что Иисус Христос может освободить вас? Да, поэтому я приехал. Вот почему вы пришли? Да. Так вы пришли со своей верой? Да. Вера чтит Иисуса больше всего. Так Иисус Христос больше всего чтит веру. Во славное имя Иисуса Христа. Будьте сленны во имя Иисуса. Вставай и иди. Меня зовут Энрике Гонсалес. Я родом из Лос-Анджелеса, Калифорния. Меня признали инвалидом. От разных болезней, несчастных случаев на работе, которые у меня были уже довольно давно. Итак, в первую очередь у меня возникла проблема со спиной из-за несчастного случая на работе. Потом у меня случился инсульт. У меня были проблемы со спиной. Но это большая проблема, причиняющая боль всему. Каждый день. Сидеть, ходить, стоять. Больно. Но у меня есть кто-то, кто мне помогает. Это моя возлюбленная жена. Она хорошо обо мне заботится, потому что я не могу вести себя, как обычный человек. Или так, как если бы я мог делать это сам. Но я больше не могу сделать это для себя. Мне нужна помощь, и именно поэтому она мне помогла. Итак, как вера больше всего чтит Иисуса, так Иисус Христос больше всего чтит веру. Во имя могучего Иисуса Христа, будьте слюны во имя Иисуса. Вставай и иди. Встань и иди. В могучном Иисусе. Спасибо, Иисус. Благодарю тебя, Господь Иисус. Пожалуйста, сообщите нам свое имя, возраст, откуда вы. Хорошо. Меня зовут Энрике Гонсагалес. С 66-го года я нахожусь здесь, в Соединенных Штатах, так что довольно долго. Сколько вам лет? 76. Ух ты, 76 лет. Кто эта женщина рядом с вами? Это моя жена Марта. Итак, сэр, мы видели вас в молитвенной очереди на пробуждение, когда пророк Гарри получил мощное чудесное вы исцеление от него. Расскажите, пожалуйста, какая проблема привела к возрастению. Моя проблема заключалась в том, что я не мог нормально ходить. Если я шел, то шатался и ходил туда-сюда. Мне нужно было за что-то держаться, чтобы идти прямо. Так вот, в чем была проблема. Мне очень хотелось там что-то сделать. Сколько лет вы страдали от этой проблемы? Более 40 лет. 40 лет. 40 лет. Расскажите, пожалуйста, как началась эта проблема? Я был с родственниками в Мексике. И когда я пытался им помочь, я пытался схватить бревно, положить его себе на плечо и начать нести. А потом я споткнулся, и эта штука сломалась. Я думаю, это была кость или что-то в этом роде. Позже мне удалось поработать с этой компанией. Руководитель, который работал вместе, сказал, «Не могли бы вы прийти и помочь мне починить эту трубу?» Я сказал, «Окей». Итак, я пошел с ним, и он попросил меня потянуть за одну сторону трубы. И он попытался ее потянуть и упал. Он потянул и меня, и я снова ударил себя трубой по спине. Я упал. Меня отвезли в машине скорой помощи и отвезли в больницу. Испытали вы в повседневной жизни, в повседневной деятельности боль? О, да. Ходить, лежать или сидеть. Было больно. Это было ужасно. Где вы принимаете обезболивающее? О, да. Сколько примерно в день? Были разные обезболивающие. Во-первых, больше всего был таленол. Мне нужно было принимать таленол два раза в день. Плюс другие вещи, которые были в стороне. Попробуйте это, попробуйте то. И ничего не происходило. Итак, расскажите, пожалуйста, как эта авария отразилась на вас, как на мужчине 30-летнего возраста, с неспособным работать, обеспечивать семью, стоять на ногах. Как она повлияла на вас эмоционально? Очень. Настолько, что я беспокоился о жизни и завтрашнем дне, о том, что буду делать, когда состарюсь. Получу ли я социальное обеспечение? Что они мне дадут? Поэтому я спросил, они сказали мне, нет, тебе не о чем беспокоиться. На самом деле, мы собираемся начать выплачивать тебе твою часть социального обеспечения прямо сейчас, происходя ту работу, которую я проделал. мне может быть разрешено получить часть моего социального обеспечения для инвалидов. Итак, сэр, можете ли вы нам сказать, когда вы приехали на круиз-сет, у вас были боли? О, да. А что насчет того, когда человек Божий молился за вас, у вас еще были эти боли? Когда я встал в очередь, надежда вернулась. Как только я подкатился к очереди, когда он молился за людей, ко мне пришла надежда и как бы облегчила мою боль. Как вы себя чувствуете после молитвенной очереди? Какого бы действия ни требовалось, чтобы пошевелить спиной, раньше было больно, но теперь все в порядке. Я ложусь спать, сажусь или встаю, и все в порядке. Я могу это делать. Это чудесное чудо. Это да. Сэр, как вы натоситесь к тому, что Бог сделал в вашей жизни? Очень хорошо. Я благодарен Ему. Итак, братва, слава Божью, мы хотели бы попросить вас встать и показать нам, что вы можете делать после исцеления и рассказать нам, что вы не могли делать раньше. Моя спина помогала мне встать. И я бы не смог этого сделать, но сегодня я могу сделать это легко. Аллилуйя! Слава Господу! Мы любим тебя, Иисус. Нам нравится то, что ты сделал для нас. Спасибо! Благодарю тебя, Господь!